прием-прием решил похвастаться своей гордостью что я сегодня сделал второй день работаем сейчас у франка нахожусь сегодня вторник по понедельникам и вторниками я у него работаю и как уже сказал сегодня закончили большое дело я очень за него горд так я захожу это у нас мастерская сама и вот эта штука вот эта крутая тема которую я сам собрал вот по схеме мне франк два дня объяснял как это все работает функционирует вот здесь на доске и в общем у нас в замке есть семья и у них маленькие дети и когда они уходят там какая-то отопительная система включается и в общем отец он боится что дети придут и она будет работать и они могут ошпариться здесь принцип работы нашей вот этой коробки мы самого нуля все собрали наш меня франк помогал но в основном все сделал я здесь кнопка идет подача сигнала штекер вставляется подача сигнала импульса он идет здесь у нас регулируется здесь регулируется время мы ставим например полчаса здесь 10 10 минут например на также здесь 30 нету минуту умножается на 3 получается полчаса и по сечении получаса автоматически отключается подача любого электричества я не знаю как называется вот эти все темы но они отвечают но за работу всей системы вместе лампа показывает то что сигнал подан удеть это розеткой куда вставляется само оборудование то можно все все что угодно ставить покажу на примере на радио попробовали у нас все работают это клеммы которые соединяются контакты в общем два дня работы два дня трудов под схемы рисования вот этого все а кстати покажу немного сама мастерскую здесь реально круто те я понимаю что я не хочу быть электриком но мне нравится это дело она точно жизни пригодится и франк у него реально были на золотые руки все как у кого какие проблемы всегда приходит нему все чинить все помогает так вам я сейчас покажу как наша тема работает вставляем в розетку то есть электричество у нас подано вот здесь сейчас делаю все красиво так окей я закрутил до конца не стал все шурупы закручивать потому что нам еще потом пригодится вот так это будет выглядеть на стене повесим и сейчас на примере радио 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 где на штуки радио вот у нас штекер радио я его вставляю для неудобно с одной рукой так вставили по нажатию этой кнопки и будет подача импульса на вот тут временной счетчик и сейчас как только я нажму во-первых загорится лампа и заработает радио и пройдет ровно 10 секунд и автоматически отключится и лампы и радио все поехали так чё-то не работает окей я понял чем проблема оказывается в этом штеке или нет электричества и пришлось снова разобрать понять что и еще раз вставляю уже в нормальную розетку работающую нажимаем лампа радио 10 секунд и и вот здесь вот а я уже показывала можно выставлять время сколько угодно и нам нужно будет нужно выставить полчаса то есть мы будем ставить 10 минут и вы здесь вот на 3 и все на полчаса конечно радио не буду включать вот такая тема сейчас от скоро будет обед через час и потом поедем замок будем устанавливать нашу штуку наше оборудование потом побольше поснимаю ай мы заехали на почту мы заехали на почту на нашу и франку франк на ebay продал в этой коробке находится лестнице для книжных волок и кто-то на ebay купил ее за 13 тысяч рублей 320 евро но есть такие люди за 13 тысяч купить лестнице конечно очень рад но мне сказал быть тихо зимой для чтобы люди узнавали о том что такие махинасти происходят или еще это наша почта единственная почта на весь трех писканях оказалась коробка слишком слишком большая и придется ее обрезать за 13 тысяч рублей можно все сделать и коробку обрезать тоже да с из франк архат golden hands не всегда у него золотые руки снова мастерской и оказалось ничего пилить не надо никакую коробку просто франк не подумал и у лестницы вот такая деревянная выглядит прикольно конечно не за 13 тысяч там максимум тройку я бы за не знаю нужно было всего лишь вот эту полку откусить и все и не нужно никакую здоровую коробку у нас время обеда пол первого и по вторникам я всегда кушаю в семье франка это его жена хана очень вкусно готовит йоу20 у всем веселко пульс эйхэль у хотели онidad Она говорит, что обычно она не пользуется карандашом для подводки, но сегодня нет. Это Франк и Мелисса. Как дела? Нормально? Все хорошо? У Мелисса всегда все классно. И мы начинаем кушать. Так, у Мелисса пообедали. Вкусно было? Понравилось? Вспомнил, что хочешь тебе говорить? Я буду в шопинге сейчас, как всегда. Можешь рассказать какой-нибудь стих? Можешь рассказать какой-нибудь стих? Нет. Ты не можешь сказать поэму из Аргентинской? Поэму? Можешь немного. Можешь немного. Можешь немного. Можешь немного. Можешь немного. Можешь немного. Да? Окей. Мы пообедали. Было очень вкусно. У нас был гуляш с макаронами. Я, конечно, две порции наверну. И сейчас у нас будет чай и кофе и кухон. Это... Мелисса. Рассказь кухону ауструсишь. Кухон? Да. Ауструсишь? Да. Ты знаешь, что название в русском для кухон? Нет. Или кейк? Кейк. Пирог. Пирог. Ага. Мы будем кушать пирог. 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 Руссия. Нет. Руссия. Россия. 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 Пирог. Так. У нас мраморный пирог. Этот черно-белый. И второй на закуску. Какой-то. Я все съем. У меня все пойдет. Мы на месте. Наше дело сделано. Все довольны. Вот это семья, для которой мы делали. И сама лампа ультрафиолетовая, вот она находится. Проблема была в том, что ее могли оставить вот так включенной. Ну, в общем, вот здесь вот обычный ребенок лежит. И, видимо, он обогревается или какие-то процедуры происходят. И вот нужно, чтобы, если забыли выключить, чтобы автоматически отключалось. И вот наша машина за это отвечает. Здесь можно ее отключить. Лампа автоматически выйдет. Либо спустя 30 минут, как мы установили, она автоматически отключится. В общем, все довольны. Мы двигаемся дальше. Еще мы пока тут были. Мы, кстати, в замке находимся. На втором этаже. В семье. Я забыл их фамилию. Вот из окна видно немного. Вот, кстати, эта дырка еще не заделана. Ножанок. И вот эта детская комната. Блин, мне она так понравилась. Я думаю, это мечта каждого в детстве. Такую комнату иметь. Здесь лестница идет на второй этаж. Там типа игровой. И вот здесь выход еще выше, на третий этаж. Блин, это круто. И вот здесь вот малютка. Как называется кровать? Блин, ну это круто. Как называется кровать? Блин, ну это круто. Он мой бед. И здесь дай мне бед? Да. А-а, это мне кажется? Да. Малыша не буду снимать, потому что скушали. В интернет тогда нельзя укладывать. Малыш очень милый. Вот вот такая комната. Это круто. Вон, мы двигаемся дальше. Сейчас, наверное, идем на четвертый этаж. Там будет тоже интересно. Покажу, на чем мы работали. Все, мы на четвертом этаже нашего замка. И сейчас мы под крышей, которая была переоборудована в такую комнату, на которую мы вторую неделю уже работаем. Мы сегодня небольшие доделки сделали. Моя работа – это на прошлой неделе. Вот что я с нуля сделал. Свет. Вот здесь всю проводку. Все я сделал. Там, сюда обратно. Окей. Потом вот этот выключатель. Тоже я сделал. Первый у нас включает свет, который мы сегодня сделали. С франком вот только что лампу эту повесили. И второй у нас идет вот на вот этот цепной параллельный свет, который я четыре лампы установил на прошлой неделе тоже. Вот с такими коробками. Вот моя работа. Все, все тоже сам сделал. Горжусь этим. Мне Франк помогал. Франк меня научил всему. Благодарю его. И на прошлой неделе он вот над этими темами работал. Там столько проводов. Все они перекручены между собой. Столько клемм. Этого мне пока не под силу. Но скоро, думаю, тоже буду уметь. Сейчас немного покажу. Вид с крыши. И вон там наша Рахишская. Это наша крыша. А вон капало. Да, вторая часть замка. И вот здесь вот вид, который мне больше всего нравится. Здесь маленькая такая комнатка. Пока здесь темно. Так, открываем. Нет, это не та комната. Но все равно здесь круто. Наша часть деревушки. Кстати, отдаленная часть не останавливается. Еще покажу, где мне больше всего нравится. Вот, вот с этого окна. Здесь самый крутой вид. С крыши самой верхней крыши замка. Труба. Видите, здесь круто. У нас уже 15 минут 6. Уже скоро темнее будет. Все, я уже хочу домой. Я уже устал. Сегодня наработался. Много чего сделали. Готов отдохнуть. Чайку попить. Закрываем. Все, последний вид на сегодня. Самый-самый-самый-самый мой любимый. Со стены замка. Который уходит на всю деревню. Так, где мы живем? Где мы живем? Это не наша улица. Блин, мне даже не разобрать. Где мы живем? Ладно, не важно. Вот отсюда я снимал видео новогодней. Здесь у нас было праздновать. Здесь наше кафе. Где-то я сверху сейчас снимал, показывал. Где-то наша капелла. И вот сама деревня. Мне сейчас, конечно, не супер видно. Солнца нет. Но ничего, тоже так важно. Да, на сегодня все. Один рабочий день. Один обычный обуденный день. Готов ехать. Позже на связи. Всем привет. Всем скучаю. Привет-привет, Россия.